Халлелуя! Халлелуя! Давайте еще несколько минут помолимся, сосредоточимся, чтобы Слово Божье могло упасть на добрую почву. Драгоценный Дух Святой, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты Дух премудрости, откровения и видения. Я благодарю Тебя за то, что для каждого служения Ты готовишь свои откровения. И я прошу Тебя, пусть наш ум будет открыт к разумению Писания. Ты сказал, что вам по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но пусть это будет не про нас, пусть это будет про кого-то. Но мы собрали суда, чтобы наша вера не оскудела, чтобы наша любовь не охладела. Мы собираемся суда, Господь, чтобы Твои откровения формировали мировоззрение Царства Божьего. Господь, чтобы не обленились. Мы просим Тебя, чтобы не обленились. Я прошу Тебя, если мы шли хорошо, помоги нам идти дальше хорошо. Пусть наши светильники не гаснут. Я прошу Тебя, пусть жажда к знаниям, она не оскудевает. Пусть она возрастает еще больше. Сделай нас способными в это сумасшедшее последнее время быть горящими светильниками, быть смелыми служителями Твоими. И пусть новое поколение исполнит это великое предназначение. Сделай нас сильными и успешными. Ты дал нам благодать и апостольство покорять язычников в вере. И мы просим Тебя, пусть наша вера, пусть наша проповедь будет не в убедительных словах человеческой мудрости, но пусть она будет в явлении Духа и в явлении силы. Мы просим Тебя, Дух Святой, меняй качество нашей христианской жизни. Меняй качество нашего понимания. Переводи нас от веры в веру. Переводи нас от силы в силу. И переводи нас от славы в славу. И мы просим Тебя, пусть наша вера не оскудеет. Господь, раздели с нами этот вечер. Мы просим Тебя, помазывай уста говорящие. Мы просим Тебя, освяти это откровение, слово, которое будет звучать. И пусть оно упадет на добрую почву. Господь, преломляй этот хлеб. И преломляй его, Господь. И насыти народ Твой. Пусть вера ни у кого не оскудеет. И пусть эта вера, которая побеждает мир, будет принадлежать каждому из нас. Во имя Иисуса Христа. Амин. Итак, друзья. Вера и философия. Давайте запишем название семинара. Итак, главный вопрос веры. Библия от корки до корки говорит о вере. Потому что вера – это основа человеческого бытия. Вера – это основа наших взаимоотношений с Богом. Вера – это способ выживания, способ преодоления и способ или секрет нашего успеха и секрет нашей победы. Да коли в человеке есть вера, этот человек живет. Кто-то говорит, да коли я мыслю, я живу. Но библейские герои говорят, да коли я верю, да коли я верую, да то ли я и живу. Испытывайте самих себя, верили вы. Вера имеет доказательства. Вера имеет очень четкие показатели. И насколько мы сильны в вере, настолько Бог силен в нас. Вера – это некий механизм, который объединяет небо и землю, который объединяет Бога и человека. Причем вера – это то пространство, в котором как Бог может явиться в человеке, так и человек может проникнуть в глубины Божьей. Это некие таинственные процессы. И мы повзрослели ровно настолько, чтобы понимать, что есть религия, которая схожа с верой, но она ничего в жизни не меняет. Она человека делает скучным, удрученным, разочарованным, отягченным жизнью и несчастным. Религия никого еще счастливыми не сделала. Но реальная вера, она человека делает свободным, раскрепощенным, целеустремленным и, самое главное, счастливым. Счастье, которое не зависит от денег, которое не зависит от окружающих условий – вера. Верою мы заграждаем уста львов. Писание говорит – верою. Побеждаем царство. Верою мы идем по воде. Верою мы взываем среди пустыни, и из скалы течет вода. Вера. Она взывает, и мертвый лазарь, он поднимается. Вера. Вера, которая помогает нам жить, которая помогает нам осознать, что мы люди с большой буквы. Вера дает нам право прикасаться к рычагам власти. Вера ведет нас к владычеству. Вера делает нас полноценными, самодостаточными. Личностью с большой буквы. Вера поднимает достоинство, честь. Вера раскрывает наши ресурсы и таланты. Вера делает человека красивым, прекрасным, восхитительным. Вера делает человека привлекательным. Если у человека есть вера, за ним тысячи пойдут. Не наша красота внешне, но наша красота внутренняя созидается верой. И когда я вижу целеустремленного человека, который верит в то, что он говорит, я готов идти за этим человеком. Вера приносит покой. Вера приносит чувство или ощущение защищенности. Вера приносит утешение. Вера делает нас великими. Вот почему Библия говорит, испытывайте самих себя, верили вы. вера, которая может обращаться к горам. Если вы скажете, горе сей, поднимись и вергнись в море. И ты, если не усомнишься, то, что это будет по твоим словам. Кто-то пробует, кто-то не хочет. Но я знаю, что если люди практикуют веру, получается это или не получается. Если люди экспериментируют веру, если люди на самом деле пробуют, насколько действенны или бездейственны Божьи обетования, я думаю, эти люди, они переживают это сладочное ощущение, что оказывается работает, действует. Нас вдохновляют маленькие успехи, и они нас подвигают на то, чтобы мы делали большие успехи. Мы покоряем маленькие вершины. Ну и после того, когда мы покорили малые вершины, нас зовут вершины великих гор. И вчерашние победы это ступеньки, по которым мы поднимаемся от веры в веру, от силы в силу и от славы в славу. Вера никогда не скажет, я все знаю. Вера никогда не скажет, я все достиг. Вера говорит, я не считаю себя достигшим. Вчера были одни сражения, а сегодня будут другие. Вера это процесс безграничного развития. Вот почему даже в 57, когда сегодня, казалось бы, уже столько пройдено, ты понимаешь, что ты как школьник в этой школе жизни. И еще столько пластов, еще столько опыта, еще столько сфер в жизни, которые ты даже не прикасался. И ты понимаешь, что вера это наука, которая изучает это великое многообразие Божьих принципов и законов. Наука, которую нужно изучать. Вера принадлежит неленивым, глупым, ограниченным людям. Им принадлежит религия. Но вера принадлежит тем, кто мыслит, кто жаждет знаний, кто забывая заднее, простирается вперед и говорит, я хочу, я хочу, и я этого достигну. Господь идет навстречу ищущим. Ищущим. Следите за тем, чтобы внутри не потерялся этот главный, главный детонатор развития. Это жажда. Жажда. Люди, которые потеряли жажду к знаниям, они превращаются в ленивых снобов, нытиков, которым больше ничего нет. Самое страшное, когда уже все знаю, богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Храни нас, Бог, чтобы однажды это постигло нас. Пусть каждый из нас будет новатором. Пусть каждый из нас внутри себя ощущает этот неукротимый процесс развития. Читайте книги, слушайте умные программы, встречайтесь с умными людьми, приходите на семинах, развивайтесь, потому что невостребованного потенциала в нашем разуме, в нашей душе, в нашем естестве это еще непочатый край. И было бы грустно умереть с нераскрытыми ресурсами. Как кто-то сказал, кладбище – это самое богатое место. Там столько нераскрытого потенциала. Мы хотим прожить красиво. Мы хотим максимально раскрыть все то, что Бог вложил в наше естество. Вера – это способность, это, если хотите, это духовная археология. Когда ты вот на этом поле, где сокрыто сокровище, все-таки раскопал это сокровище, ты узнал, какие дары, какие таланты Господь вложил в тебя, и ты взял это серебро и пустил в оборот, ты станешь личностью. Поэтому, друзья, о вере можно так много говорить. И знаете, если есть Бог, который заинтересован, чтобы раскрыть в нашей жизни этот великий механизм веры, и Бог знает, что верующему все возможно. Вера – это секрет успеха, вера – это начало всех начал, вера – это фундамент любой победы в нашей судьбе. Вера делает нас победителями. И дьявол, зная это, он охотится не столько на тебя и на меня. Следующая моя мысль – дьявол не боится Алексея, Сергея, Андрея, Ольгу, Дзинтру, Инту. Дьявол боится веры. Потому что вера – это ядерное оружие против дьявола. Противостаньте дьяволу чем? Противостаньте дьяволу не криками, противостаньте дьяволу не умной позой или гримасой, противостаньте дьяволу твердой верою, и он убежит от вас. Наличие веры – это уже угроза. Поэтому первое, что дьявол хочет сделать – выбить из твоих мозгов, выбить из твоего сердца, выбить из твоих рук, из твоих уст это оружие. Потому что пока ты вооружен, ты грозный для дьявола. И грозным нас перед дьяволом делает вера, знание своей власти, владычество, авторитет, обетование. Дьявол враждует не столько с человеком, сколько он враждует с верой. Мишень, которую дьявол перед собой ставит, это твоя вера. Почему Иисус молился об учениках и говорит, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Поэтому мы должны защищать веру. Вера – это мое оружие. И до тех пор, пока я в вере, почему написано, испытывайте самих себя, верили вы, до тех пор, пока я в вере, я вооружен и опасен. Но как только вера слабеет, вера коснеет, вера ослабевает, то есть оружие, оно либо ржавеет, либо выходит из рабочего состояния, ты вроде и Библию держишь, ты поешь, ты говоришь, ты вроде хорошую мину при плохой игре держишь, но как только ты потеряешь веру, все, ты легкая жертва дьявола. Вот почему мы должны исследовать самих себя, верили вы, мы должны вникать в себя и в учение, и мы должны защищать веру. Так вот, если Бог силен в людях, благодаря вере, то смело могу сегодня говорить, что дьявол силен в людях другим оружием, которое называется философия. Может, на первый раз для нас это почти одинаковые понятия, и многие даже могут поднять брови и говорить, а при чем тут философия? Если чуть-чуть поумнее, люди, которые имеют одно-два образования, ну, пастор Алексей, о чем ты говоришь? Религиозная философия, это просто концепция мировоззрения, которая объясняет причины и так далее. Почему философия здесь со знаком минус? Вот я и хочу сегодня порассуждать вместе с вами, почему в данном контексте философия со знаком минус? и тема сегодняшнего семинара «Что общего и в чем конфликт?» Я думаю, кому-то из вас однажды приходилось этот вопрос задавать себе, я думаю, что этот вопрос вполне возможно кто-то задавал из нашего окружения, думаю, не будет лишним порассуждать на эту тему. Вас это интересует? Я думаю, что оно нам пригодится. Итак, под общей темой вера и философия именно тема сегодняшнего семинара «Что общего? И в чем конфликт?» давайте откроем послание Колоссянам 2 глава послание Колоссянам 2 глава начнем сначала «Желаю, чтобы вы знали какой подвиг имею я ради вас и ради тех которые владики и ради всех кто не видел лица моего во плоти дабы утешились сердца их соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения и для познания тайны Бога и Отца и Христа в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения подчеркните вот эту важную мысль последнего прочитанного стиха во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения сокровища делают нас богатыми нас со Христом связывает не философия нас со Христом связывает вера потому что вера от слышания от слышания от слова Божьего поэтому апостол Павел заботился заботился прежде всего о том чтобы открыть церкви красоту глубину и важность духовных сокровищ во Христе Иисусе именно это людей делало богатыми смелыми сильными целеустремленными и героическими так что они не боялись умереть зная что ради этого сокровища которое сокрыто во Христе даже земная жизнь она это пустяк в сравнении с тем что нас ожидает на небесах великие сокровища в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения это говорю я для того чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами окажется кроме того что апостол Павел говорил церкви о сокровищах сокрытых во Христе читайте Деяния только Павел уходит тут же приходят какие-то другие люди смотрите здесь подчеркнется вкрадчивыми словами они не гремят с трибуны они может быть там не кричат с микрофоном вкрадчивые слова на домашних группах они в гости к тебе пришли и они тебе вкрадчивые сказали послушай давай вот с другой стороны посмотрим почему только во Христе почему только во Христе почему только во Христе ведь мир многообразен поэтому Павел говорит защищайте веру смотрите чтобы никто не прелестил вас угроза то есть мы говорим сейчас о том что может угрожать вере и какие вызовы могут встретиться в нашей жизни чтобы кто не прелестил вас вкрадчивыми словами подчеркните вкрадчивые слова вы уже слышали эти вкрадчивые слова он друг он просто тебе хочет помочь нет нет не умрете но когда вкусите разве не те вкрадчивые слова и вы станете как боги а вы попробуйте следующий мысль запишите что сатана не всегда является с рогами и копытами гораздо чаще он является как ангел света вкрадчивые слова это голос обольстителей почему нам нужно сегодня информационный век почему я сегодня так принципиально уделяю внимание учению 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 причем вот таких непопулярных под такими непопулярными названиями следите за тем чтобы кто не разрушил вашу веру во Христа Иисуса мы христоцентристы мы должны понимать что во Христе во Христе и до тех пор пока мы во Христе мы непобедимы мы неуязвимы мы недосягаемы вкрадчивыми словами следите за тем с кем вы говорите вы знаете как если у тебя есть стержень если у тебя есть жизненные убеждения если у тебя уже есть свое мнение основанное на Библии по поводу общества греха колдовства абортов семьи разводов тебе легко говорить у тебя есть камертон внутренний ты говоришь нет это неверно у тебя есть точка отчета а если у тебя в голове каша если в голове отрывки чуть-чуть от Мадабуки чуть-чуть от Манихин чуть-чуть от Алексея как откуда обрывочные знания превратят тебя в жертву обольщения амин вот почему надо пребывать в учении вот почему надо знать что есть вера какие обетования что верно а что неверно ибо пятый стих хотя я и отсутствую телом но духом нахожусь с вами радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христе мне это выражение очень нравится твердость вашей веры во Христе понятие верующий или вера в последнее время оно настолько эксплуатируется обесценивается твердая вера в католическую церковь твердая вера в православную твердая вера в то что я крещен или вот ну очень много вот таких объектов веры вы знаете что есть одна только вера во Христа Иисуса нет другого имени которым надлежало бы нам спастись это имя Иисуса Христа и чем больше ты встречаешься с Ним чем больше ты переживаешь Его чем больше персональных контактов с Ним тем тверже твоя вера Иисус говорит овцы Мои они они знают голос Мой и за другим не пойдут вы знаете это и интуиция и информация и ощущение хотите или не хотите в последнее время мы должны углубить молитвенную жизнь в последнее время мы должны добираться до этого святилища чтобы встречаться с Ним в конце концов поймите такую вещь твердость нашей веры во Христе это фундамент нашего служения и нашего спасения если мы приходим сюда у меня нету других целей у меня нету другого другого пожелания или каких-то еще пристрастий я хочу хоть каким-то краем своей души прикоснуться к Иисусу я хочу заглянуть в глаза я хочу иметь персонифицированные отношения не просто космос не просто исцеление не просто процветание не просто какая-то радость нет ведь это же личность ведь это же личность личность которая встречаясь с тобой можете что-то сказать которая тебя либо обличит либо утешит либо порадуется вместе с тобой твердость нашей веры во Христе запишите наша вера персонифицирована это не просто вера в обетование это не просто вера в законы это вера в принципы кроме принципов законов есть законодатель лично апостол Павел говорит об этой личной встрече с Богом и говорит это основа это начало всех начал революция в моей жизни революция в моем сознании произошла когда я встретился с ним когда он мне три слова сказал этих три слова перевернули всю мою жизнь они перевернули всю мою судьбу друзья без этих встреч никакие знания нам не помогут моя молитва не просто поклонение идешь в церковь Бог я хочу встретиться с тобой Иисус Иисус если ты являлся Киеве если ты являлся Савлу если ты являлся пятистам братьев я хочу однажды чтобы ты явился мне чтобы я тебя знал ну что знаете как в тот последний день когда помните притча про пять разумных и неразумных дев они пришли к закрытым дверям а вот я никогда не знал вас я не являлся вам а вы не являлись можно в толпе ну думать что мы вот как сказать вот заодно а если нет личных отношений Господи какая твердая вера поэтому друзья персонифицированная вера во Христе Иисусе основание нашей судьбы посему шестой стих как вы приняли Христа Иисуса Господа так и ходите в нем оказывается мало принять Иисуса Христа мы покаялись мы получили прощение мы должны ходить в нем ходить в нем советоваться с ним послушайте что такое ходить в нем ходить в нем это когда он ходит в нас ведь написано что все стучу у двери и прошу отверть откройте дверь и я войду великое благочестие тайна Бог явился во плоти и эта тайна должна однажды открыться в нас Христос в нас друзья мои можно молиться об исцелении можно молиться о работе никто не осуждает это все на своем месте но вы знаете самая главная молитва апостола Павла я хочу познать тебя так как ты познал меня хочу хочу найтись в тебе не со своей праведностью но с той праведностью которая поверь одна встреча с ним она может преобразить изменить революционизировать всю нашу судьбу итак посему как вы приняли Христа Иисуса Господа так и ходите в нем то есть окружающие люди они видят Иисуса как помните Павел молился о коринфийской церкви и говорит дети для которых я снова в муках рождения доколе не изобразится вас Христос мы возвращаемся к этим корням это классика жанра это классическая Евангелия людям нужен не пастор Алексей людям нужен Христос который будет жить в нем Латвии нужно не новое поколение Латвии нужен Христос который обитает в новом поколении чтобы люди смотря в наши глаза могли видеть его прикасаясь к нам чтобы они прикасались к нему отождествления с ним посему как вы приняли Христа Иисуса так и ходите в нем будучи укоренены и утверждены в нем в каждой строчке он ему в нем рождены в нем грехи прощены в нем приняли его ходите в нем и утверждены в нем кто прощает грехи он кто обличает во грехах он кто есть путь он давайте сегодня сделаем маленькую остановку и просто проанализируем свой опыт в нем и задим вопрос что мы знаем о нем хотим ли мы к нему если внутри это жажда я думаю сегодня мы вечерю будем делать как хорошо что нам дали какие-то инструкции вот в евангелии что это напоминает о смерти Христа что благодаря откровениям мы можем вспоминать об этом но вспоминать это слово такое-то что как будто мы забыли а ведь Христос должен стать образом жизни и так следующее слово укоренены и утверждены в нем и укреплены верии укрепиться вере это значит утвердиться в нем укрепиться вере это значит утвердиться в нем после этого семинара когда мы будем принимать вечерю кем бы мы не были мужчины женщины, юноши девушки это гарантия нашей безопасности это прочность нашего фундамента я во Христе, а Христос во мне это то, для чего существует вера дальше будучи укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере как вы научены преуспевая в ней с благодарением как вы научены укрепление вере утверждение во Христе происходит только через учение через учение вот почему мы должны ценить этим учением вникай в себя и в учение занимайся с ним постоянно ибо так поступая себя спасешь из слушающих тебя как вы научены преуспевая с ней с благодарением и восьмой стих как будто над этой идиллией благословения вдруг появляется какая-то черная туча то есть вот этой вере во Христа Иисуса в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения благодаря которой мы приобретаем твердость духовный иммунитет характер над тем духовным опытом в результате которого мы укрепляемся в вере и утверждаемся во Христе через учение вот над этой верой может нависнуть серьезная угроза о которой апостол Павел пишет в восьмом стихе смотрите братья чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому по стихиям мира а не по Христу то есть вот здесь я бы хотел провести этот водораздел что общего и в чем конфликт вера и философия что общего и где начинается вот эта линия фронта и так давайте сейчас обозначим что Павел предупреждает нас и говорит смотрите чтобы кто не увлек философией то есть я бы хотел просто сделать такой предупредительный знак на путях нашей веры внимание философия итак мы задавали вопрос что это такое это хорошо или это плохо смотрите другой перевод гласит так я говорю о восьмом стихе смотрите как бы не нашелся тот кто завладел бы вами как добычей через философию или пустой обман запишите мне кажется это очень хороший перевод который как-то функционально звучит более конкретнее смотрите как бы не нашелся тот кто завладел бы вами как добычей через философию или пустой обман итак в этом месте апостол Павел противопоставил этих два понятия вера и философия я бы хотел так и обозначить вера и философия исходя из данного констекста мы понимаем что это не одно и то же на первый взгляд хотя это почти родственное определение почти одно и то же но на самом деле это совершенно разные вещи если Павел настоятельно рекомендует укореняться вере и опасаться философии скорее всего что это не случайно это значит что эти понятия противоположны они несовместимы и они взаимо исключаемы из прочитанного следует что вера угрожает философии а философия угрожает вере по сути своей логически следуя из рассуждений колоссянам второй главы мы можем смело обозначить что это два враждебных лагеря это два враждебных лагеря и следующее хотел бы задавать вопросы и отвечать задавать вопросы и отвечать в чем же опасность философии запишите этот вопрос в чем же опасность чем она может угрожать вере и в чем зло философии исходя из данного контекста и для того чтобы ответить на такой вопрос давайте ближе познакомимся с самим предметом философии что такое философия философия это наука которая помогает сформировать целостную картину мира философия занимается поиском ответов на главные базовые фундаментальные вопросы бытия бог наше отношение к нему есть он или его нету что такое человек и так далее термину философия до сих пор не дали однозначного определения даже сами философы приходя собираясь вместе самому определению они не могут дать один какой-то четкий четкой четкую дефиницию потому что философию используют в разных смыслах по разному но есть какое-то одно общее философия это размышление о выборе или об отсутствии этого выбора философия это территория где мы можно безгранично рассуждать о том третьем и четвертом я думаю что здесь уместный анекдот приехал из города внук-студент и дед его в селе спрашивает внучек ну чему ты учился там в городе он говорит дед я учился логики психологии и философии дед нахмурился и спрашивает а а что такое логика и он говорит ну как бы тебе объяснить дед вот например село дымит трубой в бане мимо идут грязный и чистый дедушка как ты думаешь кто первый пойдет мыться дедушка подумал подумал ну конечно грязный ну кто же еще туда пойдет и внучек правильно дедушка потому что он грязный им надо помыться это логика дед говорит хорошо а что такое психология он говорит ну дед слушай вот например село дымит трубой в бане а мимо идут грязные и чистые как ты думаешь кто первый пойдет мыться дед думает ну про грязного я уже говорил может чистый и он говорит чистый внучек правильно ты сказал раз он чистый значит он всегда моется поэтому ему и положено в баню идти а это психология дед не угомонился и говорит хорошо а что ж такое философия и внучек говорит ну как тебе объяснить ну представься село дымит трубой баня а мимо идут два человека один грязный а второй чистый и как ты думаешь кто первый зайдет в баню дед сидит думает ну этот внук про чистого уже говорил про грязного говорил говорит не знаю а вот дедушка это и есть философия не знаю насколько точно это соответствует но с позиций библии с позиций библии мне кажется здесь совпадает 99 из 100 если серьезно запишите философия начиная с глубин веков и по сей день стремится найти ответы на извечные вопросы человеческого бытия которые были всегда актуальны и остаются актуальны по сегодняшний день как минимум три вопроса на которые философы пытаются ответить главных три вопроса кто мы откуда мы и куда идем откуда мы и куда идем и третий в чем смысл жизни это такие вопросы которые были в первом веке актуальны в средние века были актуальны я думаю что на сегодняшний день тоже эти вопросы остаются актуальны вопрос самопознания кто мы откуда мы появились или нас кто-то создал или мы откуда-то с других планет прилетели ведь это же вопрос всех вопросов откуда мы и куда мы идем что завтра будет кто-то говорит что после смерти все заканчивается кто-то говорит после смерти мы перевоплощаемся в котов в бабуабов баубабов там в птичек там в королей если хорошо прожил в этом измерении там не знаю хорошую религию придумали индусы кто-то говорит что мы будем вот на других планетах жить а кто-то говорит что мы вообще-то там будет однажды положено умереть а потом суд и есть ад и есть рай представьте себе вот слушайте представьте себе что и вера и философия претендует на то что они знают ответы на эти вопросы что общего вот мы говорим что общего и вера и философия претендуют на ответы вера отвечает по-своему философия отвечает по-своему это общее что кому мы задаем вопросы люди которые и не философ и не верующие они стоят их тоже волнует эти вопросы кому нужно обратиться с этими вопросами чтобы получить ответ кто-то обращается к философии пожалуйста у философии своя концепция и они тебе объяснят кто мы куда мы для чего мы и вера на ответы жгучих вопросов бытия на ответы претендует и вера и философия это общее у них есть ответы больше ни у кого нету итак мы говорим чем что из себя представляет философия считается что это слово философия впервые употребил древнегреческий философ Пифагор в шестом веке до нашей эры почему апостол Павел противопоставляет смотрите чтобы кто не увлек вас философией повредив вашей вере в определенном смысле вера и философия это одно и то же мы можем смело говорить что у нас у христиан вот у верующих есть своя философия жизни своя философия взаимоотношений и в то же время философы могут сказать а мы верим что жизнь устроена вот так и так но поскольку понятие философия появилось только всего лишь гораздо позже чем существовало понятие вера ну вот таким образом вера оказалась старше поэтому заслуживает большего уважения амин что общего общего то что и вера и философия стремятся к знаниям следующий пункт что общего и вера и философия общие это стремление к знаниям общие и вера и философия претендуют на то чтобы ответить на эти важные вопросы бытия а для того чтобы ответить на вопросы нужны знания следующее что общего и веру и философию формируют знания следующий пункт что общего что и веру и философию и веру и философию формируют знания кстати термин философия можете записать себе состоит из двух греческих слов филио это любовь и софия это мудрость то есть по сути своей философия по своему определению по своему содержанию там ничего страшного нет это жажда это страсть это поиск это любовь знаете вот неравнодушные пытливые люди я хочу знать это общее и настоящий верующий человек и настоящий философ если их посадить рядом они одинаковые их не устраивает стандартное определение их не устраивает то что вообще принято они хотят докопаться до истины они все жаждут знаний они все неравнодушны то есть они все пытливые почему потому что и веру и философию формируют знания пожалуйста не разговаривайте смотрите если человек обладает знаниями то знания помогут проанализировать и оценить вообще для того чтобы сделать какую-то сделать какую-то аналитику и сделать какой-то вывод и в основе веры и в основе философии должны быть знания знания смотрите если бы во вселенной существовал один источник знаний один источник знаний как все говорят ну бог один а пути разные ерунда это абсурд если бы был один единый источник знаний то между верой и философией не было бы никакого различия люди бы приобретали знания но разница заключается в том что вера запишите вот это общее и вера и философия пытаются ответить на эти вопросы и вера и философия это элитные учителя это гуру это те которые проповедуют истину и вера и философия претендует на истину на знания в фундаментальных вопросах жизни и человек выбирает то или другое это общее стремление к знаниям а знания нужны для того чтобы отвечать на злободневные вопросы и веру и философию формируют знания но вера тяготеет к знаниям и философия также тяготеет к знаниям в поисках знаний в стремлении найти ответ на этой фазе поиска ответа на эти главные вопросы и вера и философия они ничем не отличаются друг друга пока они не нашли знания давайте согласимся многие актеры спортсмены известные политики они хотят знать больше чем уже деньги в политическом и они ищут где же это вопрос сверхъестественного и слава Богу если на пути им встретится человек веры и говорит я познакомлю вас с знаниями которые от Бога пришли и этот жаждущий неравнодушный человек который хочет знать правду благодаря евангелизму благодаря Божьим слугам он приобщается к вере но из-за катастрофического недостатка Божьих служителей жаждущие искатели правды и истины встречают других служителей которые им говорят а вот вы знаете через медитацию вы знаете через оккультизм через определенные практики мы с вами будем просветленными и мы с вами можем достичь совершенства и вот здесь вот на этой перекрестке жаждущие люди делятся на две неравные группы все жаждущие люди жаждущие истины и правды на определенном жизненном перекрестке они делятся на две неравные группы Кто-то приобретает веру, а кто-то становится частью философской системы. Итак, следующий пункт. Если бы знания имели единый источник, разницы между ними никогда бы не было. Но, следующее, в чем разница теперь? Мы говорим сегодня, теперь говорим о разнице. А о том, в чем, почему конфликт. Вера имеет один источник знаний, а философия имеет другой источник знаний. Запишите, и я прокомментирую. Вера стремится к знаниям. И вера имеет один источник знаний, это небо. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Источником знаний для веры являются откровения от Бога. Через запятую. Мудрость, сходящая свыше. Любящим Бога дано знания от Него. То есть, где вера черпает знания? Вера черпает свои знания в Слове Божьем. Бог, который заинтересован, чтобы на земле утверждалась вера, Бог открывает жаждущим истины свои откровения. Помните, что Господь Петру сказал? Блажен ты, Петр, потому что не плоть и кровь тебе это открыли. Потому что и плоть, и кровь хочет найти ответ. И Дух наш, Он тоже хочет найти ответ. И блажен человек, который в поисках знаний, все-таки встречается с Иисусом и получает от Отца, который на небе эти откровения. Блажен ты, Петр, потому что не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец сущий на небесах. Источником знаний веры – это небо. Забежите. Вера черпает знания из небесного источника. Это Бог, это Слово Божье, это Дух Святой, который открывает человеку. Это мудрость, сходящая свыше. То есть здесь некоторая игра слов. В данном случае, если я хочу знать истину, у меня есть любовь и страсть к знаниям, я тоже философ, я тоже тяготею к знанию, но философия, ориентированная на знания из небесного источника, обозначена как вера. Вы со мной? То есть здесь вообще, ну как, мы говорим, в чем общее и в чем различие. А философия имеет другой источник знаний – это мудрость земная, душевная и бесовская. Если источником веры является мудрость, сходящая свыше, то есть от Бога, совокупность знаний, откровений, то источником знаний философии – это земные источники. Премудрость, то есть мудрость – это софия, и если говорить философия, то философия земная, то есть как альтернатива веры, черпает свои знания на земле. А на земле смешалось все вместе. Мудрость земная, душевная, то есть плотская, греховная природа человека и бесовская. Источником знаний для веры является Бог, то есть духовное существо. Все-таки в духовном мире мы черпаем эту информацию. А философия черпает эту информацию из другого источника. Это мудрость земная. Так и подчеркнем, вера черпает знания от Бога. и мы это обозначаем, как мудрость, сходящая свыше. А философия опирается на мудрость. это другой источник. Это мудрость земная, душевная и бесовская или как православные говорят, бесовская. Хотя разницы никакой. Так, еще раз. Посмотрели, да? Что общего и в чем разница? Общего между верой и философией это стремление к истине. Это стремление ответить на эти извечные вопросы. Для того, чтобы отвечать на эти вопросы, нужны знания. Поэтому все ищут, где же знания найти для того, чтобы ответить. Для того, чтобы людям выход показать. Для того, чтобы людей сделать счастливыми. Так вот, вера черпает свои знания на небе. Мудрость, сходящая свыше от Бога. Это источник знаний, которые формируют веру. Философия, в отличие от веры, черпает, имеет другой источник знания. Эта мудрость земная, душевная и бесовская по православному. Следующий пункт запишите. Поэтому из-за того, что у веры и философии различные источники знаний, поэтому на эти жгучие вопросы вера отвечает по-своему, а философия отвечает по-своему. поскольку вера и философия имеют разные источники знания, то есть разные представления, поэтому и ответы на эти жгучие вопросы у веры одни, а у философии другие. Их мнения не совпадают. информационные источники на небесах по многим вопросам, если не по всем, конфликтуют с информационными источниками, которые на земле. Итак, Якова 3.15. Давайте откроем это место. Якова 3.15. Открыли уже? А я еще нет. Смотрите, источники знания. Что такое мудрость? Мудрость – это совокупность знаний, это определенные умозаключения, сделанные на основании этих знаний, это определенные принципы, это какие-то закономерности и логические схемы на основании этих знаний. Здесь проще можно сказать, что когда мы читаем седьмую главу Римлянам, мы понимаем, что Павел, который знал философию того времени, он понимал конфликт веры и философии, поэтому он вообще очень просто, не вдаваясь в такие подробности, в которые мы сейчас вдаемся, он дает общее представление, чтобы это понимали все, помышления плотские, суть вражда против Бога, это же где написано о вере и философии, вот обыкновенно помышления плотские, мудрость, земная, плотская, душевная, бесовская, она всегда враждует с Богом, поэтому философия это враждебный лагерь, я о чем говорю, что вот это слово, оно не такое безобидное, оно опасное, потому что знание, которыми питается эта философия, она имеет совершенно другой враждебный источник, итак, Якова, третья глава, читаем, тринадцатый стих, мудрый ли и разумен ли кто из вас, докажи это на самом деле, добрым поведением и мудрой кротостью, то есть, вера, основанная на мудрости Божьей, она созидает жизнь, созидает судьбу, созидает дома, созидает жизнь человеческую, и имеет определенные доказательства, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и бесовская, запишите, вот в чем заключается конфликт, в чем заключается конфликт, источником, как мы уже сказали, источником Божьей веры является мудрость, сходящая свыше, а источником знаний для философии является мудрость земная и душевная и бесовская, Иакова 3, 3, 15, вот здесь-то и есть конфликт, Иакова 3, 15, вера и философия, если мы говорим, на чем опирается вера, это мудрость, сходящая свыше, в одном емком выражении сокрыто водительство Духом Святым и откровение, которое Бог открывает, это то, что Павел говорит, что я от самого Господа принял то, что Иван передал, вера опирается на мудрость, сходящую свыше, а философия опирается на мудрость, которая базируется на трех китах проклятия, во-первых, она земная, она душевная и замешана на бесах. Вот внимательно посмотрите, я бы очень хотел, чтобы мы с вами поняли вот эту разницу. Вера, опирающаяся на мудрость, то есть на откровение Божье, на Слово Божье, формирует устроенную, благословенную судьбу. Но философия, которая опирается на мудрость земную, душевную, бесовскую, она разрушает эту жизнь. Вот почему, защищая веру, мы защищаем устроенную жизнь. Как только начинается философствование, как только начинается демагогия по поводу того или иного, мы сразу видим развал, развал и развал. Запомните, что мир, в котором мы живем, был создан не философией, и не демагогией, этот мир был сотворен Словом Божьим. Этот мир был сотворен Словом Божьим и он держится Словом Божьим. Если мы свой мир, свою маленькую вселенную хотим строить, а выбросите демагогию, я проще еще мог бы здесь определить, давайте запишем, что философия, которая опирается вот на эти источники знаний, это демагогия. Это псевдонаучные, псевдорелигиозные, псевдодуховные рассуждения и какие-то лжеименные знания. Мы сейчас ниже чуть-чуть коснемся этого. В чем конфликт? Конфликт в том, что вера питается Божьими откровениями, а философию подпитывает дьявол. Я хочу сформулировать под запись, пожалуйста, запишите. Мудрость, сходящая свыше, это знания, которые Бог дает любящим его. Запишите это. Мудрость, сходящая свыше, это те знания, которые Бог дает любящим его. Так формируется вера. Мудрость, сходящая свыше, это знания, которые Бог дает любящим его. Так формируется вера. Блажен ты, Петр, потому что не плоти кровь тебе открыли, но Отец мой, сущий на небесах, и так далее. Я думаю, моменты, когда человек получал откровение от Бога, вы можете сюда, еще как иллюстрации, добавить в огромном количестве. И следующий, а мудрость земная, это знания, которые людям дают бесы, чтобы оправдать их греховную сущность. Это очень важная формулировка, запишите. Что стоит вот за этой трилогией? Почему земная, почему душевная, и почему бесовская? знания родились на земле. Эти знания дают бесы для того, чтобы оправдать плотскую, порочную и греховную природу человека. Мудрость земная, и ее происхождение это бесы, которые оправдывают плотскую или порочную падшую природу человека. Конфликт между верой и философией заключается в том, что вера развивает в человеке благодаря откровениям духовные качества, сильные стороны. Святость, праведность, честность, характер Божий. И мы становимся похожими на Иисуса Христа, образ Божий. По сути, давайте, чтобы логика была в практическом смысле образ и подобие Божье. Что дает нам вера? Смотрите, вера, которая питается знаниями, сходящими от Бога, откровения, обетования, мудрость, сходящая свыше, формирует в нашем естестве образ и подобие Божье, доколе не изобразится вас Христос. То есть, вера отождествляет нас с Богом. Что делает философия? Философия, которая имеет другой источник знаний, то есть, мудрость земная, источником знаний, которыми питается философия, это бесы. Это царство тьмы. И, поскольку царство тьмы обосновано на земле, то смысл философии заключается в том, чтобы оправдать и защитить греховную и падшую природу человека. Образ падшего ангела. Пожалуйста, если не видно, я выдвину чуть дальше, пожалуйста, чтобы все видели. Вера стремится так же, как и философия ответить на эти вопросы. Для того, чтобы ответить на вопросы, нужны знания. Вера тяготеет к знаниям и черпает эти знания с неба. Вера от слышания, слышание от слова Божьего. Бог открывает знания жаждущим и ищущим его. Поэтому вера, ориентированная на заповеди Божьи, на откровения Божьи, формирует в человеке образ и подобие Божьи. Он мудрый, я мудрый. Вера делает меня мудрой. Он праведный, я праведный. Он святой, я святой. То есть происходит отождествление с Творцом и источником этих знаний. Философия черпает свои знания для того, чтобы ответить на те же вопросы из другого источника. Это земля, это бесы, падший ангел. И для того, чтобы оправдать душевную или плотскую падшую природу человека, рождаются вот такие вот движения за права и все, что мы видим в современной Европе. Поэтому, если вера отождествляет нас с Богом, то философия отождествляет нас с падшим ангелом и воплощает в нашей жизни образ и подобие падшего ангела. Следующий пункт. Обителю божьих откровений является безгрешный человеческий дух, а обителю бесовских знаний или философских является душевность или проще греховная природа человека. Еще раз. Вера ориентирована на возрожденный дух человека. Вера, вера, плацдарм веры, обителю, где вот эти знания хранятся, является наш дух. То есть Бог работает с нашим духом. Плацдарм Божий в нашем естестве, где строится вера, это дух наш. Вот почему надо духом святым чаще исполняться. Вот почему мы должны Богу служить духом. Вот почему мы должны поклоняться в духе и в истине. Вот почему проповедовать надо, чтобы не в убедительной своей человеческой мудрости, но в веливлении духа и силы. Вы понимаете, что территорией формирования Божьей веры является наш дух. Запишите, территория, где Бог формирует веру благодаря своим откровениям, является территория нашего духа. Бог есть дух, и поэтому Он свидетельствует кому? Он свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьей. То есть, территорией, на которой Бог формирует веру благодаря своим откровениям является наш возрожденный дух. И вы можете там все эти текста, просто там вот как ссылочку сделать, поклоняться в духе и в истине. Служить Богу в духе, если говорить, проповедовать в явлении духа. Кому дух святой свидетельствует, что мы дети Божьи? Духу нашему. Мы духом можем умиршлять дела плотские. То есть, территория духа, это как раз и есть, подчеркните, вот здесь, это территория возрожденного духа. и в то же самое время, как вы понимаете, философия, игнорируя возрожденный дух, или вообще дух как таковой, он апеллирует и он взывает к греховной природе человека, которая есть плоть. Поэтому философия строит свою систему, свое мировоззрение на территории греховной плоти. Территория греховного естества или, проще говоря, плоти. В чем конфликт? Конфликт тот же самый. Отголоски веры и философии чувствуют в себе каждый рожденный свыше человек. Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти так, что они противятся и они никогда не договорятся. Потому что наш дух подпитывает Бог, а нашу плоть подпитывает дьявол, объясняя, оправдывая все порочные поступки. Итак, мудрость земная, душевная, бесовская, это значит, что знание, рожденный на земле, имеющее демоническое происхождение в недрах падшей греховной сущности. Мудрость, земная, душевная, бесовская, это адвокатура наших прихотей и похотей. Если вера осуждает грех, потому что заповедь осуждает греховную природу и говорит, что Бог свят, а грех это мерзость, то философия обличая или сражаясь с Божьими заповедями оправдывает грех и делает человека спокойным, то есть философия гасит совесть и говорит, все в порядке. Поэтому философия рассчитана на греховную человеческую плоть, чтобы угасить образ и подобие Божье, чтобы перекрыть кислород мудрости, который приходит свыше, и чтобы на территории возрожденного Духа ничего не происходило. Здесь идет война. Вот это территория, территория войны. Здесь никакого перемирения быть не может. Вот здесь вот подпишите, у меня здесь места нету. Плоть желает противного Духу, а Дух желает противного плоти. Помышления плотские суть вражда против Бога. Так что они сражаются и они не могут примириться. Философия и вера сражаются внутри каждого из нашего естества. И мы, знаете, когда человек хочет Богу служить, у него одни понятия Бог благ, я верю, я пройду обрезание, я пройду через послушание, Бог меня смирит, через это как только грех вызовет. А что я должен в церкви? Послушай философию отступников, это вот в миниатюре то, что глобально происходит во всех странах и во всем мире. Как только человек начинает свои слабости и пороки и грехи оправдывать, это уже голос философии. Там мудрость земная, бесы тебе обскажут, да это пастор, да церковь, да Библия такая, а что ваша одна только церковь такая не слышали, да? это философия отступников. Все люди веры говорят об откровениях, о заповеди, о призвании, о служении, о спасении мира, воля Божья озвучена их устами, поэтому много любви, мало любви, Бог меня так любит, что мне этого хватает, и этот человек верою побеждает все недоразумения, все недостатки, верою мы преодолеваем все, что встречается на нашем пути, верою мы побеждаем мир, Писание говорит, что сия победа, победившая мир, не философия ваша, сия победа, победившая мир, есть вера, которая черпает свои знания у Бога, мудрость сходящая, откровение, когда у тебя образ и подобие Божие на территории возрожденного Духа, ты можешь свою плоть всю распять со страстями и похотями, и ты можешь на этой земле утвердить Царство Божье, и, друзья, я сокращаю, значит, последнее место, я хочу последнее место прочитать, чтобы вы поняли, и все, и все, чтобы в этот семинар больше не возвращаться, Деяние Апостолов 17, давайте откроем, Деяние Апостолов 17, в чем конфликт, а конфликт вообще-то не детский, 17 глава, Деяние Апостолов, 16 стих, в ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов, и так он рассуждал в синагоге с уйдеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися, кто такой Павел? Павел, верующий человек, носитель великой веры, амэн, амэн, 18 стих, навстречу вере выходит философия, смотрите, представитель Божьей веры встречается с яркими представителями греческой философии, и некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, подчеркните это слово, спорить, философия всегда будет спорить с верой, потому что на вопрос кто мы, философия тебе объяснит одну концепцию, а вера объяснит другую, поймите, философия тебе расскажет кто ты, но это будет совсем другой сюжет, как если бы тебе об этом рассказала вера, амэн, споры, все вера и философия спорит, конфликтует, и и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, вот как бы перевести это вот по-русски, а понимаешь, когда философия, философия это гордыня, запишите, философия питает гордость грехом, и поэтому философы рассматривают верующих людей как тупиц, они рассматривают верующих людей как приматов, просто каких-то отстой, какие-то, вы знаете, я вот недавно летел из Европы в Штаты, рядом сидела женщина из Норвегии, и мы когда разговорились, я рассказал о движении стражи на стенах, она летела на прайд, на гей-парад в Канаду, я только попытался просто объяснить логически, логически, что такое, она говорит, слушай, ты придурок, если бы ты мне хоть 20 лет назад со своей тупой Библией что-то говорил, я тебя бы еще слушала, вы уже отстали, вы просто обезьяны, я услышал массу оскорблений в свой адрес, не оскорбляя ее, я и не сказал, что мог бы сказать, не успел просто, там не просто был спор, там философия оскорбляет, унижает и богохульствует, почему, потому что в сущности за философией стоят бесы и дьявол, который всегда проклинал, оскорблял и богохульствовал, и вот смотрите, казалось бы, ну а что, давайте культурно, по-джентльменски поговорим, этот вот, как это, эпикурейский суеслов, не знаю, у меня рифмуется что-то вот с этим, он уже ему говорит, одни говорят, что хочет сказать этот суеслов, подожди, а ты, а ты кто? Не суеслов? Вот так и рифмуется, уже оскорбили, вера только появляется на территории, на территории философии, уже, сектант, о, и снова покажет, вон тот придурок, вот слушайте, вот здесь ржать не надо, здесь надо внимательно, возвращаясь к первому стиху, что смотрите, чтобы кто не увлек вас философией, как философия питает гордыню, а нам не хочется быть дураками, нам не хочется быть юродивыми, поэтому мы стесняемся веры и говорим, ну да, да, суеслов какой-то у нас пастор, не стыдись быть дураком в глазах философии, берегись, оказаться дураком в глазах Божьих, амин, и вот смотрите, мы говорим, ну что тут такое, ты так думаешь, демократия, это же когда свобода слова, какая свобода слова, демократия, это путь к фашизму и к тирании, никто веру не будет воспринимать адекватно, и так, первое, они спорили, пишите, подчеркните это, реакция философии на Божью веру, они спорили, второе, оскорбляли, что хочет сказать этот болтун, или как его сказать, краснобай, или свои слова, другие, это более культурные философии, кажется, ну когда кажется, креститься надо, кажется, он проповедует о чужих божествах, вы чувствуете, оказывается у нас разные боги, это сильный пункт, запишите, у них разные боги, у веры один бог, а у философии другой бог, они сами это признали, говорят, кажется, он говорит о чужих божествах, у них, вот почему мы говорим, что это разные источники знаний, у нас бог, а у них бесы, конечно разные боги, у нас один великий бог, а у них чертей сколько, миллионы, конечно разные божества, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресения, вы видите, загляните первое, что мы писали, наша твердая вера во Христа, Иисуса, является чужим божеством, на территории философии, да ты хоть тресни, иди поговори с любыми, мне тебе скажут, да перестаньте вы, вы просто придурки, вы просто какие-то ограниченные люди, христианчики, молятся, один бог, один бог, да, один бог и один бог, который судить будет всю вселенную, бог, который сотворил мир, и возлюбил этот мир, что отдал сына свою, никто не умирал за этот мир, и мы должны Христа Иисуса сегодня еще громче проповедовать, и защищать его авторитет, перед этой растленной, греховной, порочной жизнью, аминь, что хочет от сует слов сказать, следующий пункт, запишите, что Иисус Христос, это чужой бог для философии, какая бы они была, чужой бог для философии, что-то ты странное влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое, слышите, что общего и в чем различие, мы хотим знать, что это такое, то есть и философия, и вера стремятся к знаниям, но они это все сепарируют или фильтруют по-своему, и вера, не стесняясь, получив пару тычек, осознав, что он сует слов, и этот сует слов поднимается на трибуну, ему дают трибуну, слава богу, и вы знаете, это шикарная, это просто, как мы называем, легендарная проповедь, веры на территорию философии, и смотрите, как он красиво рассказал, бог сотворивший мир, не требует служения рук, от одной крови произвел весь род, они сидели, ага, это, да, это нет, это нет, это да, это нет, и смотрите, когда мы говорим, про процветание тебя примут, когда ты говоришь про исцеление, тебя даже могут тоже принять, скажут, мы по-своему исцеляем, мы врачи, как только до Христа дошел, вот оно, самое главное, духовное ядро нашей веры, мы утверждены во Христе, и смотрите, читаем, как только до Христа дело дошло, они взбесились все, смотри, и так, оставляя времена неведения, Бог ныне появляет всем и повсюду покается, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых, 32-й, услышав о воскресении мертвых, они надсмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другом уме, кто ты такой, давай, до свидания, мы хотим примирения, да никогда в жизни, смотрите, чтобы кто не увлек вас философией, почему, запишите, потому что философия надсмехается над верой, философия всерьез, ничего не воспринимает из того, что ты, и почему, говорится, что смотрите, чтобы кто не увлек философией, смотрите, чтобы кто надсмехаясь над тобою, не сделал тебе стыдно, и тебе стало стыдно, да, пусть смеются. Смеется тот, кто смеется последний. Потому что над тобой подсмеялись. Ой, наверное, не та вера. Именно та вера, что смеется. Если бы не та вера, над нее никто бы не смеялся. Иисус Христос – это угроза дьявола. Это угроза бесам. Это угроза падшему ангелу. Это угроза всему царству дьявола. Поэтому мы проповедуем Христа и притом распятого. И последнее место мне очень нравится. Здесь Павел как-то вышел, и за ним и то два философа там, какой-то Дионисий, Арипагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Несколько человек все-таки урвал. Они глубоко в эту философию еще не, не это самое, по планетам еще не путешествовали. Поэтому они, как бы сказать, вот поймали эту мысль и ушли. И последнее место, друзья, 1 Коринфянам – это, это, это вообще бомба. Скажи, 1 Коринфянам – это бомба вообще. Это вообще бомба. Вот как раз мы говорим о конфликте между верой. Вообще тебе нравится этот семинар, нет? Ты что-то получаешь, нет? Это к твоей практической жизни какое-то отношение имеет? Нет. Ну, если не имеет, будет иметь. Амин. Читаем. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. И не надо думать, что тебя будут, как христианина, все на руках носить. Не надо подстраиваться. Не надо подхалимничать. Не надо где-то, надо выражать. Будь, как апостол, плакать. Говори слово Божие с дерзновением. Тебя юродивым будут читать. Суеслов. Да как угодно. Философия питает гордыню. И поэтому гордыня философская, она всегда будет плевать. Она будет смеяться. Она будет оскорблять и богохульствовать. Но Павел говорит, а у нас есть иммунитет. Слово о кресте для погибающих юродство есть. А для нас спасаемых сила Божья. Ты скажешь, в чем конфликт между верой и философией? Конфликт в том, что тебя дураком называют философией. А нам нельзя. Но 19 стих, прочитайте, пожалуйста, вцепитесь в 19 стих. Вопрос, кто кого? Мы знаем, кто кого. Кто смеется? Мы знаем, когда кто будет смеяться. Слушайте, ибо написано, скажи громко, ибо написано, вера победит философию. Запомни, запиши, что иметь веру выгоднее, потому что вера побеждает философию. И Божье откровение побеждает мудрость бесовскую. Дьявол проиграл уже. Поэтому он боится, плюет. Эй, ты дурачок, дурачок. Сейчас дурачок пройдет, и ты дурачком станешь. Так у тебя от него ничего не получится. Тебя не спросил. Меньше с ним разговаривайте. 19 стих, просто бомба. Подпишите, 19, бомба. Все. Я даже боюсь читать. Это так классно. Погублю мудрость мудрецов. И разум разумных отвергну. Они гордецы. Ты суй слов. Чего ты гонишь? Чужие божества. Бог защитит свое слово. Бог защитит свое слово. Он говорит, посрамлю мудрость мудрецов. Итак, что такое философия? Фило – это любовь. София – это мудрость. Погублю мудрость философии. И вот эти все философские системы. Теософия. Если бы вы знали, чем заканчивают эти теософы. Блаватская, чем закончена. Чем заканчиваются вот эти все шизики, которые там все по планетам путешествовали. Кал едят в конце жизни. Философия. Ешьте, да. Нравится, да. В психбольнице заканчивали. Все эти ницши. Сумасшедшие. Они просто безумны. Отчего? Потому что философия – это способ отождествления со своим Богом. И посмотрите, как праведники завершают свой путь. Они отождествляются со своим Богом. Амин. Поэтому нам нужно, друзья, беречься, чтобы никто нам не запудрил мозги. Потому что так, как они не заботились иметь Бога в разуме, там завелись тараканы. Смотрите. Девятнадцатый. Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Мне нравится вот эта реакция Бога. Он говорит, я ревную о слове своем. Я ревную, чтобы никто не топтался по святыням. Если сегодня кто-то рот открывает на Божье Слово, завтра мы с вами увидим Божью ревность. Помните, написано, открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей, которые подавляют истину ложью. Бог на нашей стороне. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Где философы? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Двадцать первый стих. Пожалуйста, подчеркните. В чем зло философии? В зло философии тем, что мир своей мудростью никогда не сможет познать Бога. Подчеркните, это сильное откровение. В чем зло философии? Зло философии в том, что мир своей мудростью никогда не сможет познать Бога. И те люди, которые находятся вот в этой системе, знаете, это как в другом месте написано, Бог века ослепил их глаза, чтобы никогда больше не воссиял для них свет благовествования Христова. Вера открывает путь к Богу, а философия закрывает. И мудростью, на которой строится философия, никогда мир не сможет познать Бога. Философия уводит человека от Бога. Вот почему ее зло. Вот почему Бог противостоит. Вот почему Бог возненавидел беззаконие. Об этом чуть попозже поговорим. И в то же время благоугодным было Богу, юродцам пробуйте спасти верующих. Пусть юродивые, пусть какие угодно. Мы защищаем истину, и Бог нас защитит. Елен, ибо иудеи требуют чудес. Елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божья и Божью премудрость. Вы понимаете, мы должны идти против течения. Плевать все, что говорят люди. Как оценивают. А мы проповедуем Христа. И Христа распятого. Когда ты думаешь, о чем бы говорить? Выступать перед теми другими. Стараемся... Да что про Бога говорить? Про Бога надо говорить. Про Христа надо говорить. Потому что суть нашей веры, утвержденной во Христе, это чтобы перед Его именем преклонилось всякое колено. Что нет другого имени, которым надлежало бы нам спасти. Это имя Иисуса Христа. И пока я завершаю этот семинар, пожалуйста, вы можете уже вечерю вынести. Мое сердце, друзья, просто внутри колокочет от ревности. Время, когда столько людей отступило от Бога. Время, когда столько философия увела людей с территории веры. И они сегодня какую-то демагогию разводят, философствуют. Я лично перед Богом могу верить Ему. И все, ерунда полная. Мы должны проповедовать Христа. И Христа распятого. Давайте почитаем дальше. Потому что немудрое Божье премудрее человеков. Самый слабый человек веры в глазах Божьих, он выше всех вот этих вот умных людей, пораженных своим грехами и гордостью. И немощное Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых. Вот эту мудрость, мудрость земную, душевную, бесовскую. Я знаю, что слово о кресте для погибающих юродства есть, но там есть потрясающая власть и сила. И незнатная мира, уничиженная, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и Вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога. Скажи, Иисус Христос, Ты являешься для меня сокровищем и премудростью от Бога. Обогати меня в этот вечер, когда я прикоснусь к Твоему ломимому телу, когда я прикоснусь к Твоей драгоценной крови. Я хочу, чтобы Ты для меня был важнее всего. Пусть вера никогда не оскудеет, пусть откровения от Бога каждый день укрепляют мою веру, и пусть моя вера отождествит меня с Тобою. Дай мне возрастать в Тебе. Я благодарю Тебя. Я поклоняюсь Тебе. Я превозношу Твое великое и святое имя. Пусть никакая философия, пусть никакая демагогия, пусть никакой дьявол, пусть никакое обольщение не повредит моим отношениям с Тобою. вспомни хотя бы одно чудо, которое Бог совершил с Тобой, и просто благодари, скажи, люблю Тебя, Иисус, поклоняюсь Тебе, Иисус, хочу знать Тебя еще ближе, хочу знать Тебя еще больше. Ты чудесный, Ты истина, Ты путь и жизнь, Ты, Господь, начало и конец, Ты исцелитель, Ты спаситель, Ты наш чудесный Бог. Халлелуя. Давайте встанем, давайте поднимем руки, Келаманджелерия, и несколько минут поклоняйся Ему, благодари Его, скажи, Боже, спасибо Тебе, что я могу знать Тебя, что однажды Ты встретился со мной, благодарю Тебя за то, что мое имя записано в книге жизни, пусть никакая философия не разрушит моей веры, пусть никакая гордыня, никакой грех, пусть никакие обольщения дьявола не повредят, и по причине умножения беззакония пусть никогда моя любовь к Тебе не охладеет, я люблю Тебя, я хочу знать Тебя еще больше, и пусть мудрость, сходящая свыше, наполняет мою жизнь, я благодарю Тебя за жертву, за Твою пролитую кровь, Ты чудесный Бог, мы любим Тебя, и поклоняемся Тебе, благодарим Тебя за это слово, благодарим Тебя, что во Христе Иисусе наша судьба, наша свобода, наше счастье, наша сила, наша победа и полнота, наполняющего все и во всем, благодарим Тебя, попроси Духа Святого, скажи, Дух Святого, пусть это слово растворится во мне верою, пусть Твое глубокое слово пропитывает мое естество, я хочу знать Тебя лично, явись, хочу встретиться однажды с Тобою, хочу, чтобы Ты заглянул мне в глаза, хочу слышать Твое сердцебиение, хочу понимать волю Твою, хочу быть похожим на Тебя, Пусть происходит это отождествление, Твой характер, Твои чувствования, Твой образ, пусть открывается во мне все больше и больше, мы так нуждаемся в Тебе, Ты прекрасней из всех сынов человеческих, пусть благодать Твоей зальется, Дух Святой, спасибо Тебе за эти святые вечера, благодарю Тебя за эти святые моменты, когда Ты прикасаешься к нам, когда Ты забираешь каменное сердце и даешь нам сердце плотяное, благодарю Тебя за то, что Ты на этом месте. Друзья мои, так много событий происходит, так много мероприятий происходит, и сегодня заканчивается пост, и сегодня, я думаю, так близко небо, и Бог сегодня так наклоняет свой слух, чтобы слышать нас и отвечать нас. Ольга, пожалуйста, подойди сюда. Через три дня будет начало конференции, и мы бы очень хотели, чтобы вот это настроение Бога познания, чтобы вот это настроение глубокой любви к Нему, оно сохранялось в наших сердцах. Нам нужен Христос, Христос, который нужен женщинам, Христос, который нужен мужчинам, Христос, который нужен богатым, который нужен бедным. Он сегодня здесь, и я благодарю Бога, что религия уходит, и открывается это пространство, святилище, в котором мы можем встречаться с Богом. Никто не сделает нас счастливыми, никто не сделает нас свободными, никто не сделает нас сильными. Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. Давайте помолимся, чтобы вот это настроение, чтобы Божье благословение, открытые небеса, и этот поздний дождь пролился не только в этот вечер, в наши жаждущие сердца, но чтобы и эта конференция, куда соберутся матери, девушки, женщин, чтобы они пережили такую близость с Богом, как никогда раньше, чтобы эта конференция не просто повторила то, что было. Пусть будут сюрпризы с неба, пусть происходит то, чего никогда в жизни не было. Мы просим, мы готовим путь Господу и говорим, гряди, Господь, во славе своей. и лаве и глори, и лаве и глори, бесчиталому сием, Дух Святой, мы без Тебя не можем делать ничего, Ты тот, который направляешь, Ты тот, который говоришь, Ты производишь действие, просим Тебя, мы смиряемся перед Тобой, Господи, просим, пусть эти дни будут покрыты Твоей славой. Мы можем только готовить что-то, но мы знаем, что победа от Тебя, Господь, и мы глубоко смиряемся перед Тобой, перед Твоей жертвой и просим Тебя, приди, Господь, и оживем доли на костей. Приди, Господь, мы ждем Тебя, приди в наши дома, приди на эту землю, приди в судьбу тысячи, тысячи женщин. Бог, двигайся так, как Ты никогда этого не делал, пусть приходит восстановление. Ни войска, ни силы, но Духа Моим говорит Господь. Поэтому мы хотим быть орудием в Твоих руках. Мы хотим, чтобы Ты говорил, Ты двигался, Ты действовал, Ты делал все, что Тебе угодно. И все, кто будут участвовать, все, кто придут, Бог, возьми каждого, покрой своей славой. военные, что Приведи тех, кто жаждет, тех, которых Ты предназначил ко спасению. Приведи тех, через которых Ты можешь влиять на эту землю. Бог, двигайся в Своей славе, и не наша воля Твоя-то будет. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за эти дни смирения и благодарим Тебя за славу, которая грядет. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за Твою верность, за Твою пролитую кровь, за Твое уломимое тело, за Твою смерть и воскресенье ради того, чтобы спасались люди. И мы хотим быть орудием в Твоих руках. Благодарим Тебя! Благодарим Тебя! Поклоняемся Тебе! Во имя Иисуса Христа! Аллилуйя! Драгоценный Иисус, мы в глубоком смирении и почитании перед Тобой сегодня приготовляем свои сердца, чтобы обновить завет, который Ты заключил с нами на Своей крови. Ты омыл нас и очистил. Убелив белее снега, Ты дал нам будущность, дал нам надежду. Ты даровал нам веру, Ты даровал нам слово, как неисчерпаемый источник Твоей любви, благодати, уверенности в завтрашнем дне, как неисчерпаемый источник наших побед на этой земле. Мы также благодарим Тебя за небеса, которые Ты подарил нам. Мы любим Тебя и преклоняемся пред Тобою, драгоценный Иисус. Аллилуйя! Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это время, за то, что мы могли прикоснуться к Твоей мудрости, к Твоему слову. Боже мой, я благодарен Тебе за то, что немудрое Ты избрал для того, чтобы посрамить мудрость. Я благодарен Тебе за то, что Ты заплатил дорогую цену за каждого на этом месте. Пусть каждый, кто будет прикасаться к Твоему телу, еще раз переживет эту силу. Дорогой Иисус, я прошу Тебя, пусть каждый почувствует это единство с Тобой. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Дух Святой, объедини нас. Пусть Твои откровения приходят в нашу жизнь. Пусть придет огромная жажда встречаться с Тобой каждый день. Мы просим Тебя во имя Иисуса. Пожалуйста, вы можете проходить. Свят Бог, Святые Небеса, можно спеть? Какое Божие присутствие. Свят Бог, Святы Небеса, огнец Божий свят, Тебе хвала. Ты, агнец Божий, Ты взял грехи из всех нас. Слава, 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 слава Тебе. Пусть каждый человек не прессисленной, но с Sehrait, Тебе? Время? UMа,